привет мои хорошие рада видеть вас на своем канале я надеюсь что вы уже все подписались чтобы не пропускать самые свежие и актуальные новости в этом видео хочу поговорить про такое осложнение беременности как многоводие что же это такое и что делать в таком случае давайте будем с вами разбираться вообще многоводие это чрезмерное скопление околоплодных вод в матке во время беременности и многоводие встречается примерно около 2 3 процентов беременностей в большинстве случаев многоводие протекает достаточно легко и возникает в результате того что постепенно скапливаются околоплодные воды уже во втором и третьем триместре беременности многоводие бывает как легкой степени тяжести так и тяжелое многоводие легкое многоводие как правило проходит самостоятельно а тяжелое здесь уже конечно требует определенной медицинской помощи тяжелое многоводие может привести к тому что женщина будет чувствовать себя не очень хорошо то есть у нее будет затрудненное дыхание дышка отечность и очень часто когда у меня беременные на консультациях спрошу почему же возникает такая ситуация я всегда говорю на самом деле причины многоводие неизвестны но есть те факторы которые предрасполагают к развитию многоводие и в первую очередь к таким факторам относятся различные инфекции при беременности это может быть краснуха это может быть сифилис это может быть первичный таксоплазмоз а также провоцирующим мощным фактором для развития многоводие является гистационный сахарный диабет и в чем же риски многоводие при беременности дело в том что многоводие может привести к тому что у женщины могут быть преждевременные роды может быть отслойка плаценты все это может привести к экстренному родоразрешению путем кесарево сечения как же поставить вообще диагноз многоводие здесь конечно же нам в помощь придет ультразвуковая диагностика и на узи необходимо будет измерить индекс амниотической жидкости в норме он должен быть и в диапазоне от 5 до 24 сантиметров и вот если индекс больше 24 сантиметров то это уже многоводие лечение зависит во первых от причины возникновения и во вторых от тяжести процесса легкое многоводие как я уже сказала выше как правило проходит самостоятельно при тяжелом здесь конечно же нужна квалифицированная медицинская помощь и в коррекции многоводие важно конечно же устранить причины которые подтолкнули к развитию этого процесса и в частности если есть гистационный сахарный диабет то конечно же важно скорректировать это состояние и при многоводие обязательно важно следить за состоянием плода как правило при легком и умеренном многоводие узи делают примерно каждые две недели а при ухудшении состояния здесь уже рекомендуется родоразрешение но в каждом конкретном случае конечно же тактику определяет исключительно ваш лечащий врач я надеюсь это видео ответила на ваши вопросы а что же такое многоводие а если вы хотите получать еще больше полезной информации рада буду видеть вас в своем телеграм-канале для того чтобы попасть в канал переходите по ссылочке под этим видео а я желаю всем огромного здоровья здоровой беременности легкого рода разрешения и до новых встреч